Встреча важная и волнительная. Почти сдача экзамена только у замгенпрокурора России. Сегодня в Барнауле работал Дмитрий Демешин. Разговаривал с алтайскими руководителями ведомств Иваном Гелевым, это Минстрой, и Дмитрием Поповым, Минздрав. Вопросы не самые приятные. В частности, жилье для детей-сирот, а вернее только растущая очередь на него, из-за чего Алтай в конце 2020-го попал под внимание следкома. Конкурсные процедуры по установленным показателям по приматению жилых помещений, чтобы для детей-сирот, в истекшем году не исполнены. За счет средств федерального бюджета превратено 222 квартиры, а должно было быть 757. За счет средств регионального бюджета 74 из 170. Это то обязательство, которое вы законодательно брали на себя. Если бы не было никаких дополнительных, как скажем, в Ливане, вы бы показатели 2020 года, планы выполнили, как выполняли и до этого показатели предыдущих там 4 лет. В среднем покупая около 400 квартир. Затем Демешин перешел к медицине. Есть вопросы по покупке препаратов для детей-инвалидов. История та же. Деньги на лекарства и оборудование выделили, но на Алтае их не освоили. В соседнем Красноярском крае сейчас расследуется дело в отношении вашего коллеги, которые пока переписывались с родителями, после того, что нужен для этого препарата, и каким образом будет осуществляться закупка. Мальчик умер. Инвалид. Вот сейчас мы привлекаем к уголовной ответственности, должностных лиц Минздрава Красноярского края. Сегодня уже проведены закупочные процедуры, которые мы завершили на 5 миллионов 400 тысяч рублей. Они позволяют обеспечить детей, а их у нас 152 ребенка в регионе, расходным материалом в течение полугода этого. Не совсем доволен Демешин остался и от работы своих коллег. Несвоевременная выплата зарплат почти 4 тысячам человек, неисполнение нацпроекта, недостаточное выявление коррумпированных чиновников. Тут есть нюансы, которые мы фиксируем по ряду регионов нашей страны. Зачастую деньги по этому нацпроекту не на реальную поддержку занятости идут, а на содержание центров занятости. Работу краевой прокуратуры Демешин поставил под контроль, хотя и дал оценку 4 по 5-бальной шкале. Заместитель генерального прокурора намерен серьезно решать незревшие проблемы. Профессия прокурора мало похожа на работу Деда Мороза, пошутил Демешин. Поэтому алтайским министром выписал предостережение. За его неисполнение может грозить реальный срок.